Представьте себе ситуацию зимой на даче. Котел, отопление горячий, а в доме все равно холодно. Приблизительно тоже происходит и когда в салоне автомобиля с уже прогретым двигателем тоже холодно. У первых машин отопления не было вовсе. Однако производители автомобилей довольно быстро научились использовать бесплатное тепло и систему охлаждения двигателя для обогрева салона. Но иногда этот механизм дает сбой. Раз отопление зависит от системы охлаждения, то и причину логично искать именно в ней. Но давайте разберемся более детально. Первый случай неисправности самый простой. Следует помнить, что система охлаждения автомобиля работает на антифризе, а он, как известно, очень текучий. Поэтому, когда машина взрослеет, в этой системе могут возникать небольшие утечки. И первый о них вам сообщит именно печка. Она начнет плохо греть из-за того, что ей просто не будет хватать охлаждающей жидкости. Эту неисправность устранить довольно просто. Достаточно долить антифриз в расширительный бачок до отметки максимум. Только перед тем, как откручивать пробку, обязательно дождитесь, пока мотор полностью остынет. Второй случай более сложный. Дело может быть в неисправности термостата. Устройство, которое регулирует температуру двигателя, управляя потоками охлаждающей жидкости. Когда он неправильно работает, нагретый антифриз попросту не попадает в печку. Следовательно, в машине холодно. Рассмотрим третий случай. Печка прогрета, а воздух из нее не подается. Это происходит из-за неисправности вентилятора, а точнее, его мотора. Ремонтируют такую поломку только в сервисе. Четвертой причиной может быть засорившийся салонный фильтр или радиатор печки. Это не редкость в старых машинах. В этом случае из дефлекторов воздух идет чуть теплый, и даже при включенном на максимум вентиляторе он едва дует. Эта беда появляется не вдруг, но обычно ее обнаруживают при резко усилившемся морозе. Заменить салонный фильтр нетрудно и самому. А вот почистить печку современного автомобиля, тем более оборудованного кондиционером или климат-контролем, в гаражных условиях не удастся. Будьте готовы к тому, что такой ремонт будет долгим и недешевым. Это сидя дома, хорошо любоваться ледяными узорами на окнах, а ехать за рулем за индивилами стеклами очень и очень опасно. Поэтому следите за работой печки и вовремя устраняйте неисправность.